При Ишимском отделении Всероссийского общества слепых появился кружок мужской техликбе. С инициатором и создателем выступил Юрий Сидельников. Он учит незрячих людей работать с инструментами, необходимыми в быту. Тему продолжит Оксана Павлова. С белой трустью Юрий Сидельников ходит год, с тех пор, как полностью ослеп. Зрение стал терять еще 20 лет назад, но, несмотря на это, самостоятельно изучил механические и электроприборы. И теперь делится опытом с другими. При Ишимском отделении Всероссийского общества слепых организовал кружок мужской техликбез. Было для некоторых вообще вновь, как это можно, допустим, в слепую заточить ножик. Показал, как заточить нож для мясорубки правильно. Тоже оказалось, вновь понятия не имели, как точатся ножи для электромясорубки или для ручной мясорубки. Вот этим заинтересовало, сейчас уже дальше и дальше интерес развивается. Клуб работает с сентября, занятия раз в неделю. Постоянных посетителей пока пять человек. Вот тут ты нашел кнопочки. Включай. Вот она, внизу. Вот она. Артем на занятии впервые. Юноша учится в Елуторовске в коррекционной школе для слепых и слабовидящих детей. Любит мастерить. Мы живем в частном доме, поэтому все, чем у меня тут обучают, очень пригодится. Даже распилить, приколотить что-нибудь – это очень нужно. Он потерял зрение семь лет назад. Пришлось учиться жить по-новому. В этом помогла семья. Легче, глядя на него, что он адаптировался, что он смог полюбить жизнь в ином свете, как говорится. И он на позитиве, я еще раз повторяю. У него планы на будущее. Мы с мужем помогаем всей семьей со своей стороны, как можем. Артем увлечен компьютерными технологиями, связывает с ними профессиональное будущее. Я как бы больше для себя думаю, может быть, как-то звукорежиссером, может быть, где работать, и как-то системным администратором тоже где-нибудь. Ну, там дальше жизнь покажет. А на каникулах обязательно будет посещать клуб мужского техникбеза. Его руководитель Юрий Сидельников сейчас готовит новые уроки, как обращаться с бытовой техникой и электроприборами. Оксана Павлова, Евгений Пытько, Тюменское время. Вот.